Все, когда были в отчаянии, и когда я предложил заниматься спасением животных, брошенных, все откликнулись. Мы сформировали бригады, патрулитки, начали патрулировать и помогать. Видим животное беспомощное в крови, то есть все, мы забираем, везем в клинику. И на данный момент Буча, Ирпень, Гастомель, у нас в день патрули забирают до 35 собак и котов. Открыли две клиники в Ирпене, в Буче, нашли врачей, платим им деньги. Уже не надо будет в Киев возить животных, потому что за вот эти дни, две недели, мы забили все киевские клиники своими животными. Мы подходим с любовью, просто уговариваем это животное, кормим его, ходим за ним. Любое животное, если видит ласку, что ты, в принципе, ходишь, ничего ему не делаешь, оно уже реагирует на тебя нормально, тогда главное, одеть на него ошейник, походить чуть-чуть с ним, чтобы он увидел всех хозяина, и можно забирать. Поэтому наша задача первостепенная, мы отлавливаем животных брошенных породистых, не из-за того, что мы дворняжек не любим, просто у дворняжек есть шанс выжить, а родистых нет. Друзья, вот Сергей Довгополий мне написал в фейсбук. Гостомель, Мисливская, 53. Таунхаусы, біля парка «Счастливый». Так, телефон сусідей есть. Вот такой котик, бачите, Борис звати, лякливый, прям очень. И человек увидел фотографии, просто в мереже, и в векне домашнего згоршего увидел котика. То есть он приходит туда, и мы сейчас вырешиваем на его покупку. Так, так, вот мы нашли место. Звати Борис. Борис, Борис, Борис! Борис, Борис! Видите, его последний раз видели в векне. То есть он приходит туда. Борис, 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 Борис! Борис, Борис! Да, люди мы работали. Ну, тут я ни где не могу. Вот стиралка людей. Кит приходит сюда, дом разбомбленный, вы сами видите, сгорел. Но это его дом, его место, он ждет господаря. Господар мне подзвонил, он переживает сильно. Ну, сейчас будем эти домики все объявляться. Оставим корм в этом доме. Он сюда приходит. Может, давайте ему ежу тут оставим? Если он сюда приходит, возьмите котячие консервы, передайте мне какие-то баночки, и я тут оставлю его. Котик! Пусть, пусть, пусть! Борис, Борис, Борис! Мы приедем, увидим, кушал кто-то или нет. Вот, и поймем, приходим или нет. И будем сюда ездить, ну, смотреть его. Соседи тут уже скоро будут. Вот, потихоньку я вижу. Все, я не понимаю, как тут жить. Нет, тут осталось сколько? Два дома, по сути, да? Из шестидесяти. Два дома, которые не сожжены до тла. А вы здесь, а если мы вам клетку оставим? Мы одну ночь ночуем, а потом завтра мы уедем, наверное. Мы тоже тут, вы без машины. Рук если увидите сегодня его. Да. Ну, просто без машины мы на перекладных сюда добираемся. Я понял. Ну, если кто-то будет сразу, мы его заберем сразу, да. Уже его Сергей ищет, ждет, мы его там за границей сразу. Да скажите, ребята с Крайнего, там знают, в принципе, Саша с Ириной. Да, мы будем здесь. Если увидим, то это сам. Да мы писали ему про Глупаков. Что-то видели. А здесь мы привозили тоже 8 или 9 кошек. Вот хозяева кормят их. Но они тоже дикие. Угу. Поэтому мы их не забирали. Ага. Прямо. Ну, ищем, да, животных. Вот тут были овчарки, вот кот. Коты. Вот так вот надо ходить. То, что мы будем ехать, это очень маленькая вероятность, что мы встретим. Нужно больше ходить, спрашивать, звать. Они прячутся по домам и боятся. Они очень все зашуганы. Мы спасаем именно домашних тварин, которые не смогут выжить в неволе. Ну, будьте же. Есть вот эти тропы ездить, тропы шукать. Да, шукать уже нельзя. Пипец какой-то. Вот жили люди, пришел русский мир и просто уничтожил человеческую мечту. Это уже былоٍ шукать. Тем, может быть ему лепешка. а может вот тут где-то по дворам пройтись может кто же позвать котов кто-то выбежит ой красивый кстати я не знаю что она ела но она не прям как куда я но она но видно что она грязная она за людьми соскучилась просто они они это самое рыжая ласковая просто ночью за людьми соскучилась ты же поешь новый дом посидишь как дура тут на пепелище не плач это тебе нормально не переживай раскричалась а их накормили на штук восемь дали отец и сама не тут под камни тоже сухие корма привозят собакам привозят да но дело то что и хозяин непосредственно хозяин это дед он после инсульта и он уже не здесь это просто и соседи подкармливать этих собак вот но там есть еще одного показать там она более пугливая люди сидят у прямо подъездами там света не было они там уже накрыли себе полиэтиленом как бы столы сидят и у них там шашлыки всю дорогу но они уже привыкли не прожили в оккупации вот так и вот сидят ему а потом кто-то меня спрашивает а сколько кот может прожить без без еды и воды я говорю ну думаю за две недели он как бы не помню перестанет жить они такие 40 дней смысле 40 дней но от вот не видели буквально позавчера 40 месяц и закрытой квартире говорю так хочу вы дверь не сломали они такие ну как же это же дверь это же окна а у них там все целое и там не прилета не было ничего нет а может слышали это что-то бомбило но такого у них не было то есть они не думают о имуществе они берет думают о имуществе но не живем животным я говорю какой этаж первый ну я все беру каменюк уйду типа окно бить а потом смотрю миллиметровая щелочка я пальцем кул окно открылось то есть открытое окно первый этаж одноногий инвалид туда залезет того кота достанет ладно короче залезть в ту квартиру кота на что на самом деле не увидел кота не увидел код в этом как короче где-то прятался ли он был точно жив потому что там стал тазик с водой был осложена колбаса там хлеб был надгрызен короче код жил вот эти 49 ее было вода вот это важно и его корма были какие-то я так понимаю ничего лучше не придумал как просто в пакете бросить не знаю это какой-то хороший хозяева зашли взяли что надо было просто молча вы выбросили пакет и вот так а я пишу общедомовый чат говорю что хотя бы сказали я что заходил когда уже обстрелы были я же возвращался хотя бы сказали бог семи семи окнами нашел бы возможность выломал бы двери забрал бы все кота и вот это моя квартира 1 1 этаж 3 4 окно там где там где дыра здоровья газовый счетчик торчит вот это вот это моя квартира была кухня вот мюнхаузена киевская у них тоже был каким не блокпост не было . они вылазили наверху это по ним там сидел снайпер и работал по эту зону когда были зеленые коридоры мы вытаскивали например людей да и вот киевской угол киевской университетской частный сектор открывается калитками эту бабку на коляске выкатываем и тут блин плетка снайперский выстрел ну просто типа попугать все конечно назад видим ждем что делать кискис 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 иди сюда и на едино 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 на 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 забираем его домашний потому что он бы не подошел смотри хотелось бы забрать жалко он такой я думаю да да бомбежек до всего он был домашний ухожен и шерсть красивая такой наш ну а не бойся я зацепился случай иди сюда тебе будет лучше чему тут ходить по стеклам ахинька жопу мордой или жопа губ вуаля красавчик перпинь приводил сюда как пример что это пример нам лучше пригородный город наверно но тоже так я хочу так всегда говорился у нас есть группа зоопатруль на телеграме и там каждую минуту что-то добавляется допустим патрульный едет у него маленькая машина а там нужно для овчарки он сбрасывает ребята кто может забрать вот скидывает в локацию все мы едем потом допустим как сейчас нам сбросили в группу ребята у них уже полно там своих задач кошек собак и мы сейчас подъедем просто у ним перехватим кошку ранен у нее перебиты лапы вот они будут нас дать и кто-то не заберут отвезут больницу а вы визитки пацанам дали? нет еще, мы утверждим, мы утверждим, британцев просят на перекрестку, пока ЗСУ уже человек оставил в колонии Кучанской а там она в плохих условиях нормально за ней посмотреть вот тут уже были общежития и он пропал мне кажется они оттуда вот даже тут в этом районе много домашних котиков на, 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 на иди сюда, иди сюда иди на может корм иди достань как раз этого и на иди сюда, во бежит давай-давай-давай доставай вот это нижняя коробка да 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 иди сюда иди сюда хорош на хорошей дизида на хороший смотри он ну не обгладанную таком это находили не обгладанных просто он беспризорный сидеть за вкратности с этим да иди ко мне иди сюда иди сюда хороший 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 ты да ты хороший он уже успокоился старый немножко уже чуть не цапнул меня не может ты что-то просто не тройка да он не ел оставим оставим но он взрослые и он очень агрессивный по крайней мере он упитанный видно что его кто-то кормит и я думаю ему будет и без нас хорошо а так проси третий я качай квартира вы не знаете а на лево сладу на лево сладу ну слушай давай нам надо тут как-то вскрыть это все его забрать он на подоконнике сейчас упадет да а если не в это ты причем как-то скроешь ну как сейчас милицию вызовем как-то ну надо же встать что же он учится все стойте здесь смотрите мне сейчас какую-то пробочку блин это ж сколько воно там сидит а вот непонятно это похоже что он из векна вылез когда векно было целое хозяева приехали а его не нашли вы знаете а лестница какую-то мы а пожарник а где пожарник да кто приедет в военный стан не будет пожарник ехать за котовы они все бедные к нам бежали по окопам прятались это в первые дни как обстрелы начались мы старообороны мы с первого дня мы наголобались почему не эвакуируетесь потому что животных жалко вот и вся моя история животных много собак много у нас это такой большой я не знаю как бомбежка меня ранило то я в госпиталь попал пацаны еще оставались я не знаю как я не знаю как но это я не знаю как Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok